Градинский. Презентацию выполнил юноармец Акимов Никита, МОГУ, СОЖ-12, в город Дальнегорске, село Сержанково. Михаил Андреевич Градинский, 1770-1828, протеерей русской православной церкви, полковой священник-кавалер гадского полка с 1806 по 1822 год, награжден Золотым Крестом на Георгиевской ленте, участник Отечественной войны 1812 года, родился в ноябре 1770 года в семье протеерия, воспитывался в Александрневской семинарии. 26 июня 1791 года по окончанию семинарии поступил диагонам Санкт-Петербургский Петропавловский собор. 3 апреля 1793 года переведен в Московской Богоявленский собор. 3 февраля 1797 года рукоположен в Санкт-Священника и направлен на службу преображения Господня, лент Гвардии, преображенского полка, а 23 декабря 1800 года по высочайшему повелению перемещен в Кавалергатский полк. 4 мая 1804 года был возведен в Санкт-Петербург, в этом же году участвовал сполком в антинаполеоновской компании в Астрии и в этом же году и находился в сражении при Аустралиице 25 марта 1807 года, отправился сполком в Уст-Руссию. 26 августа 1812 года Михаил Андреевич принял участие в Бородинском сражении. Сохранился рапорт обе священника 1-й западной армии, протеерия Тарапогрицкого, военному министру, главнокомандующему 1-й западной армии, генералу от инфандерии Баклаю де Толи, с холдодайством о награждении Михаила Градинского орденом Святой Анны 2-й степени за Бородинское сражение. 2 сентября Михаил Андреевич Градинский взят в плен, где перетерпел жесткости от неприятия. В тот день в Москве начались пожары. Михаил Градинский вместе с колледжским регистратором Соколовым также вынуждены были спасаться от огня и пробежей, переходя из одного дома в другой, в подвале дома, сгоревшего на Никитинской улице. Переходя из одного дома в другой, в подвале дома, сгоревшего на Никитинской улице, в последовательности он сообщал, тут отняты у меня часы бумажник с 600 рублями, от истат на получение куража святотарственной рукой, с органом был крест всемилостивнейший государь. Императором пожалованным сорвали и святую дарохранительницу, всегда носимую мною. На ленте невозможно изобразить состояние моего, в коинах ходил, взирая на поругание святыни. Помог отцу Михаилу в неприятии, который проходил мимо. Он отнял крест и дарохранительницу у мародеров, и он отдал обратно Градинскому. В присутствии французских офицеров отец Михаил отслужил в домовой церкви, генеральщу первой стрежливой линии. Молебен о послании русскому гонству победы на судку статам, знали бы захватчики, о чем молился полковой священник. Поверь бы не сносить ему головы французский генерал Гросс приказал отвезти Погореевцев в двор дома Лобанова, где сам квартировал гист. Выделил Градинскому особый покой. Также ему был возвращен образ святителя Николая в серебряном позолочном ризе. Недостаток пропитания заставил их искать другое место. Колледжский регистратор Соболов нашел свободный от французов дом на Мясницкой улице, куда, с позволением генерала, отвел и других 200 человек.